Всем привет! С вами Моргеймс и сегодня я бы хотел поговорить о том, как же заработать на контрактах в CS GO. Ну что ж, поехали! Работать на контрактах сейчас, конечно же, тяжело и всё зависит только от вашей удачи. Если уж вы захотите использовать контракт обмена, то никогда вам не советую использовать оружие для крафта из этих кейсов, потому что ничего ценного вы не получите. Также в этот список можно включить вот этот кейс Авангард, из него тоже ничего ценного вы никогда не скрафтите. Для примера возьмём летний кейс из порта 2014, давайте, например, возьмём новую расцветающую ветку, узнаем её стоимость. Сколько она у нас стоит? Немного поношен, например, стоит 143 рубля, то есть если использовать 10 штук, то это, грубо говоря, 1400. А что мы с этого можем получить? АК-47 Ягуар можем получить с неё. А сколько она стоит? Немного поношен, стоит 1200 рублей. Все остальные уже намного дешевле, ну не включая прямо с завода. Все вещи прямо с завода, конечно же, дорогие, но и шанс выпадения их намного меньше. Можете даже и не рассчитывать. А вторая вещь, которую мы можем получить, это М4А4, дождь из пуль. Давайте посмотрим её стоимость. Но она вообще ничего не стоит, это тупо убыточная вещь, так что я даже не вижу смысла крафтить вещи из этого кейса. И серьёзно вам не советую, это тупая трата денег. Также крафтить дешёвые вещи, типа розовых засекреченных, тоже не имеет особого смысла. Как бы в плюс вы в большое точь не уйдёте. Например, возьмём вот 10 сэйвит офф, если мы их соберём, то мы получим какую-нибудь из трёх вещей. Но, скорее всего, будет это АК-47 картель и П-250, и мы уйдём в минус. Ну, естественно, если выпадет М4А4, то мы уйдём в небольшой плюс. Таким образом, получается, что выгоды особо здесь нет. Шанс где-то 33% от того, что выпадет М4А4, и тут почти сплошной убыток. Хотя, с другой стороны, можно и рискнуть. Так сказать, кто не рискует, тот москаль. Чего сейчас стало невыгодно крафтить? Конечно же, из американцев буржуев, да и не только американцев. Им выпадают эти вещи из кейсов, они выкладывают их всё дешевле и дешевле. Одному выпадет оружие, он выложит там, например, на 5 рублей дешевле, выпадет ещё второму. Уже на 10 рублей дешевле и так далее. Но как же тогда сейчас заработать на крафтах? Об этом я сейчас и расскажу. В CSGO ещё остались выгодные кейсы. Это оружейный кейс операции Феникс и охотничий оружейный кейс. В них находятся такие предметы, как АВП Азимов и АК-47 Вулкан. Но чтобы скрафтить нам эти вещи, нам понадобится новый антиквариат и USP S-Kai Man. Нам понадобится 10 вещей. И 10 нов будет стоить 2500, а 10 USP S-Kai Man'ов 1900 рублей. И что же мы с этого можем получить? Конечно же Азимов за 3800 и Вулкан за 3200. Но здесь есть и подвох, потому что шанс-то у нас 50 на 50. И нам может выпасть вещь, которая не стоит ни копейки. Да чё ты их там всех наёблаешь? Сейчас батя покажет, как надо зарабатывать на контрактах в CSGO. Берём и покупаем 10 эмок рыцарь. Они очень дешёвые. Я вам отвечаю. И сейчас мы будем крафтить самую дорогую шмотку, которую можно только скрафтить в Counter-Strike Global Offensive. Ну-ну-ну-ну, что же нам выпадет? Если понравился выпуск, не забудь подписаться на наш канал, а также поставить лайк под этим видео. И я также предлагаю вам посмотреть предыдущие ролики на нашем канале. А с вами был Моргеймс, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok